дорогие друзья всем привет рада приветствовать вас на нашем канале наш канал вас поздравляет с новым годом и с рождеством вот желаем вам уюта тепла в доме вот ну пока новогодние праздники еще не заканчивается мы решили с вами поделиться классным рецептом пряничного домика я на новый год накануне получила вот такой очень крутой классный набор вырубок для пряничного домика подарила мне его моя любимая свекровь спасибо ей большое вот он заказывался этот чудесный набор на сайте ньючик ссылку на сайт я оставлю под этим видео в общем набор очень круто очень классно мне уже не терпится попробовать его в работе потому что я люблю печь пряники это очень интересно и ну вот как-то по-новогоднему и начнем с того что приготовим пряничное тесто нам для этого понадобится мед одно яйцо сода пряности у меня мускатный орех корица и молотый имбирь сливочное масло нет сливочного масла вы можете спокойно взять маргарин сахар мука и для айсинга для украшения нашего пряничного домика я возьму сахарную пудру лимонную кислоту и два белка как вы видите продуктов так сказать совсем немного а получится просто супер красота у нас также вы можете на украшение домика взять всякие знаете там красивые присыпочки елочки снежинки я думаю это только только украсит ваш домик но явно не испортит также вы с этого теста можете просто наделать пряников или если у вас останется тесто можете напечь пряники ну и так приступим а начнем с того что смешаем мед если у вас мед очень густой ничего страшного в этом нет он все равно потом растает мед 100 грамм сахара вот и специи аккуратненько суду пока не добавляйте я пока суду оставлю вот так и сейчас я хорошо перемешаю и отправлю нам очень очень прям маленький огонь чтобы и мед и сахар достигли своей однородности смотрите специи можете добавлять на свое усмотрение если вы не любите знаете такую горчинку в пряниках то не добавляйте тогда мускатный орех или можете его совсем чуть-чуть добавить вы можете добавить другие специи которые вам приходится по вкусу в блюдах в общем можете поэкспериментировать и так я сейчас отправляю на очень мелкий огонь посмотрите наш мед с сахаром немножечко уже растворились мед стал жидким они соединили с сахаром со специями вот и сейчас мы еще буквально пару минут подержим на маленьком огне и будем уже снимать массу с огня смотрите не доводите массу до кипения когда у вас масса находится на огне постоянно ее помешивайте чтобы не мед не сахар не пригорел и кипятить массу тоже не нужно то есть увидели первые первые бульбашки первые шарики которые появляются на поверхности вашей массы и все можете смело снимать массу с огня вот посмотрите какая жидкая стала наша смесь сахар практически уже растворился вот такая красивая смотрите если вы хотите чтобы ваши пряники или пряничный домик получился такого знаете более шоколадного темного цвета можете добавить какао конечно это все еще зависит от самого меда то есть если у вас мед светлый как у меня то прянички у вас получится светлые если мед темные то конечно они получатся немного темноватые и теперь я добавляю две чайные ложки пищевой соды и перемешиваем смотрите значит посуду для теста на пряник для пряников вы выбирайте глубокую чтобы было удобно потому что вот сейчас когда вы вы добавили соду ваша масса начнет вспениваться ну и естественно в раза два она увеличится в размерах чтобы не получилось так что ваша масса начнет вылазить у вас из миски смотрите как красиво получается пока масса теплая мы в нее добавляем 125 грамм сливочного масла масло должно быть примерно комнатной температуры ну немножечко такое размягченное она просто быстрее у вас растание вот такая однородная масса у нас получилось как вы можете видеть масло полностью растаяла вот и я теперь оставлю массу нашу наше будущее тесто минут на 5 на 7 может быть на 10 чтобы она остыла до комнатной температуры ну то есть чтобы температура я была примерно не выше 35 градусов вот потому что нам нужно вбивать яйцо и чтобы яйцо у нас не свернулась поэтому оставляем остывать на несколько минут наша масса полностью остыла она еле-еле тепленькая такая и сейчас я вобью одно яйцо и хорошо пожалуйста размешайте чтобы все стало однородным и теперь мы будем добавлять муку муку буду добавлять постепенно естественно перед тем как работать с мукой просеете ее чтобы не было у вас никаких комочков для начала я добавлю 5 столовых ложек просеянной муки и начну ее вмешивать сразу всю муку я не добавляю потому что мука бывает знаете попадается разное особенно когда берешь другого производителя то есть клейковина у него может быть или слабее или сильнее то есть поэтому старайтесь не добавлять сразу всю муку чтобы вы не забили тесто мукой чтобы у вас пряники не получились твердые как дерево поэтому все с вами делаем постепенно вот видите тесто уже и забрала всю муку поэтому я добавлю еще 5 столовых ложек муки я добавила еще 3 столовых ложки муки и буду уже вымешивать руками потому что тесто уже становится довольно плотным и вымешивать лопаткой него неудобно уже видите она получается такой прям мягкая мягкая так в миске тоже мне уже неудобно работать я немного подпыляю стол и выкладываю тесто и буду уже вымешивать его вымешивать его на столе мое тесто еще довольно мягко поэтому я пожалуй еще немножечко добавлю муки вот посмотрите какое мягенькое тесто у нас получилось вот она еще может у вас немножко липнуть к столу но муки я больше добавлять не буду всего мне пошло примерно наверное грамм 430 муки но нет в мисочке осталось совсем совсем немножко вот поэтому ориентируйтесь примерно на грамм 400 420 где-то 430 вот так муки у вас пойдет вот а теперь я кладу наше тесто пакет или можете просто завернуть пищевую пленку и отправляю в холодильник примерно на полчаса чтобы тесто отдохнула и немножечко застыла так будет проще и легче с ним работать прошло полчаса я достала тесто она стала такой поплотнее видите такой он плотненько и я его разделю наверное так вот на две части эту часть отставлю а эту сейчас буду раскатывать раскатывать пряничное тесто тонко не стоит потому что у вас пряники получатся очень сухие вот я сейчас возьму пергаментную бумагу и буду раскатывать уже непосредственно на ней чтобы потом ее аккуратненько перенести на лист для выпекания потому что если вырезать делать вырубки на столе а потом пытаться перенести их на лист тесто в пряниках очень нежное вы видите она может крышится но такое довольно таки эластичное и вы можете просто-напросто повредить пряник и испортить таким образом его ну приступим к раскатке тесто вот раскатали мы тесто толщина тесто должна быть примерно от 5 до 8 миллиметров тоньше не делайте и и беру я свои прекрасные вырубки и начинаю делать красивая форма вот посмотрите у меня получилась одна стеночка я немножко подровняю тыльной стороной ножа и одна прямоугольная стенка вот больше ничего не буду на этом листе делать ничего сюда ничего сюда добавлять не буду потому что пряники при выпекании подойдут и есть вероятность того что они могут между собой слепиться и просто испортить друг дружку поэтому будем выпекать вот так постепенно по стеночке отдельно мелкие детали вот которые здесь представлены на коробочке видите всякие кружочки звездочки я буду выпекать на отдельном листе что потому что большие мелкие пряники выпекаются разное количество времени за то время пока у вас большой пряник сготовится маленький может уже сгореть поэтому не допускайте таких ошибок ну все а я отправляю стены нашего будущего домика в духовку примерно на 7-8 минут при температуре 180 градусов прошло 8 минут прошло 8 минут посмотрите какие красавчики у нас получились вот так переверну чтобы вам лучше было видно мягенькие смотрите вот но еще довольно таки горячие сейчас их переложу на отдельную досточку остывать буду дальше выпекать детали для нашего домика но естественно и показывать это все вам вот готова вторая порция стен нашего домика смотрите если вы даже например забыли сделать какое-то отверстие там или в процессе выпечки передумали вы можете исправить положение пока еще пряники горячие вот я доделаю например своим пряником окошки вот так видите как аккуратненько получается вот пока пряник горячий мягкий ну как вы можете видеть пряник отлично пропекается за 8 минут и донышко отлично не подгорает вот и возле входа мы тоже сделаем здесь пару парочку окошек вот и продолжаем дальше выпекать наши детали от домика друзья вот и готовы наши детали к домику сейчас я вам все покажу смотрите это вот крыша наша это вот собственно стены ну и две стены я сделала просто обычных а теперь пока наши пряники полностью остывают я приступаю к приготовлению айсинга для этого мне нужно 2 желтка ой 2 белка прошу прощения сахарная пудра и буквально немножко лимонной кислоты вот на 2 желтка у меня должно пойти около 400 грамм сахарной пудры но это по-разному потому что белки у всех яиц разные могут быть крупные белки могут быть мелкие для начала я высыпаю 200 грамм сахарной пудры обязательно ее просеиваю и теперь я аккуратно буду перемешивать все айсинг мы будем делать довольно таки густой чтобы держались линии и конечно чтобы держались наши детали потому что детали мы будем склеивать именно айсингом наш айсинг готов смотрите видите я надеюсь вам видно какой он густой вот это контурный айсинг которым удобно делать контур чтобы он держался рисовать какие-то небольшие мелкие детали вот ну естественно на заливку если вы хотите какие-то детали именно серединку закрасить полностью затушевать то вам нужно тогда делать более жидкий айсинг чтобы он легче растекался вот и сейчас я отберу себе в кондитерский мешочек немножко белого айсинга и наверное покрашу несколькими цветами весь оставшийся айсинг я уже распределила наш айсинг по кондитерским рукавам у меня вот такие одноразовые вот я завязываю их на в конце на узле мне так более удобнее айсинг не вылазит и очень удобно работать я еще окрасила себе зеленый голубой и желтые цвета чтобы наш домик был поярче по новогодней повеселее и да может быть я забыла не сказала вам вы когда будете мешать айсинг замешивать не забудьте пожалуйста добавить одну четвертую ложку лимонной кислоты либо чайную ложку лимонного сока вот тогда он у вас побелеет и станет таким красивеньким перед тем как разрисовывать наши детали что хочу вам сказать хочу вам сказать о том что нужно немножечко выровнять вот эти края потому что видите как если их крепить вот склеивать не очень не очень хорошо не очень ровно это все получается поэтому я сейчас выровняю все краешки чтобы наш пряничный домик был ровным и красивым вот видите какие ровненькие краешки у нас выходят уже стеночки намного лучше прилягают друг другу и намного лучше домик будет держаться и выглядеть так же самое я сейчас делаю со второй стеной и и все и будем начинать собирать наш домик вот теперь когда бочка все выровнены мы можем приступать к украшению нашего домика сначала мы его украсим а потом уже будем склеивать измельчить и в Вот смотрите, вот так я начала разукрашивать домик. Вы можете разукрашивать, как ваша фантазия разгуляется. И вот, смотрите, я взяла вот такую маленькую звездочку, и мне ее нужно прикрепить вот так вот, вот сюда. Что я для этого буду делать? Я наношу на звездочку айсинг и прикрепляю ее. Вот так вот. Звездочка у нас прикреплена. Ну и дальше продолжаем украшать наш домик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мои детали готовы для домика. Стены и крыша, вот, показываю вам. Вот такие вот детали. Как видите, вот эти кругляшки я приклеивала на айсинг. Я вам показывала, как это делается. Вот ничего сложного, в принципе, нет. И сейчас мы будем соединять, пробовать соединять наш домик. Значит, берем аккуратненько, так, как бы так его взять. Одну деталь и хорошо намазываем айсингом. Я сейчас это аккуратненько поставлю. Наверное, сделаю какую-то опору для домика. Чтобы он не падал и высыхал. Да, еще внутри хорошо пройдитесь айсингом. Чтобы хорошо, надежно закрепить ваши стены. Сейчас приклеим вторую стену. Две стены у нас готовы. И мы пока оставим его на минут 15, чтобы хорошо подсохли наши швы. И будем прикреплять четвертую стену заключительную. Так, наш домик немножко подсох. Теперь мы приступаем к креплению самой крыши. Так, смотрите, крыша моя готова. Я еще прикрепила такой небольшой дымарь. Не знаю, видно вам. Вот так вот получился. Я потом пофотографирую и в конце видео выставлю, как он вышел со всех сторон. И сейчас я его украшу немножко сверху, чтобы не было видно вот этих стыков. Ну и, конечно, придадим ему вот такого новогоднего вида. С сосульками, со снегом. В общем, приступлю я. Дорогие друзья, вот такой замечательный и очень красивый пряничный домик. У нас получился очень новогодний, очень красивый и очень вкусный. Как вы видели, его не очень сложно готовить. Я думаю, у вас все обязательно получится. Оставайтесь с нами на нашем канале, подписывайтесь. Мы скоро порадуем вас новыми классными видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok